Друзья, всем привет! Приехал очередной чехол для моего Redmi Note 9 Pro, которым я пользуюсь очень долгое время. Смотрите, на нем приклеена специальная гидрогелевая пленка, спереди и сзади, на корпусе, чтобы он не царапался. Переходите на канал, смотрите, уже есть видео, очень дешевая штука, и как ее клеить, как раз-таки то видео есть у меня на канале. Посмотрите, переходите, штука дешевая, но очень хорошо сохранит ваш телефон. Ну и также будет ссылка в описании на чехол, который приехал, сейчас мы его проверим, стоит его покупать или нет. Также будет ссылка в описании на Redmi Note 9 Pro, если вы хотите купить по самой лучшей цене у проверенного продавца, по самой лучшей цене в интернете, по крайней мере, в магазинах, он все равно дороже стоит. Приходите по ссылке в описании, покупайте. У меня 128 гигабайт, 128-128. А что еще? Хороший серый цвет, шикарный телефон, всем рекомендую, более чем прекрасен для покупки. Итак, две недели добирался для меня вот этот чехолчик, простой, дешевый. Сейчас мы посмотрим, что он себе представляет. Стоит ли его покупать? Я посмотрел на сайте, очень много заказов, там много расцветок. И не только на Redmi Note 9 Pro, это, кстати, подходит. Для других компаний Redmi Xiaomi телефоны, просто поставьте галочку напротив своей модели, вам придет то же самое. Просто я сейчас продемонстрирую этот чехол на Redmi Note 9 Pro на своем. Здесь как бы под деревом, посмотрите, какие там есть расцветки, вам, возможно, деревяшка другим цветом понравится. Я взял классику, вот такой какой-то серо-буро-казючатый цвет. Упаковка более чем дешевая, но неплохая, бывало и похуже. В принципе, такой магазинный вариант. Это уже нас радует, потому как, меня радует, потому как, скорее всего, здесь неплохой будет продукт, не самый подвальный. Мы все-таки для магазинов делали. Подложка резиновая, так, как это обычно делается. Я так понимаю, здесь полностью все резина, сверху принт приклеен специально из дермантина, с натурального молодого дермантина. Подгоночка, я вам скажу, очень даже прекрасно хорошая, посмотрите-ка. Шикарно, подогнали, клей не торчит, ничего не торчит. Ободочек по камере супер ровно вырезан, вообще зазоров никаких. Вот это все текстура. А, слушайте, еще не только текстура, но очень приятно тактильно. То есть, он такой бархатистый. Прямо это не совсем какой-то кожзам, какой-то бархат. Здесь та самая компания, которая выпускает логотип. Типа Аврора, но не Аврора. Что еще тут отметить? Ровные отверстия, шикарные. Блин, все четко. Сейчас мы примерим, посмотрим, как он будет подходить. Может он так по отверстиям, все шикарно. Ну, я имею в виду, именно как они прорезаны. Видно, что не подвал, видно. Ладно, я понимаю, что это достаточно скучный вариант рассветки. Что-то я, наверное, лоханулся, надо было что-нибудь поярче взять. Ну, ладно, что купил, то купил. Вы же сами там определитесь с рассветкой. Думаю, проблем нет. Так, по правому краю у нас, кстати, еще две дырки, чтобы навешать запястье. Там где-то в дороге, не выронить его, да? Если у вас есть такой шнурок. Так, ну давай, полезай. Плотно заходит, это хорошо. По защите. Спереди у нас защита, присутствует дисплей, не будет царапаться. Посмотрите, как это все выглядит. Блин, курьер отвлек, забыл, о чем остановился. По-моему, рассказывал о защите дисплея. Да, она здесь присутствует, не будет царапаться, это большой плюс. Проверяем по камере. Так, сразу, смотрите-ка, как она утоплена туда. Ну, просто шикарно. Я прямо в шоке. Давно такого не видел. Да, хорошо. Защищается камера, опять-таки, царапаться она не будет. Шикарно. Спереди у нас не прибавляет к смартфону. Черная окантовка тому способствует. Защита 360 градусов. То есть, мало того, что здесь защита, бортик, только он еще наплывает на дисплей. В общем-то, крепкий, очень крепкий достаточно чехол. Нифига смартфона не будет, абсолютно. Ну, и мне нравится текстура, мне нравится подгонка, мне нравятся материалы. Я уже определенно его вам советую. Хороший вариант, хороший чехол. И, самое главное, дешевый, недорогой. Так, у нас кнопки по правой стороне плюс-минус. Они вот подписаны, выделены таким образом. Нажимается вообще без проблем. Слушайте, очень быстрый отклик. Сканер отпечатка пальцев, широкий вырез, проблем не будет. Далее, снизу отверстие. Ну, посмотрите, как все ровненько, а? Красавцы. Прям вообще шикарно. Все отверстия прямо по центру. Ну, слушайте, я такого давно не видел. И сверху, и сверху, смотрите. Четко по центру, ну, прям красота. Блин, не домахаться вообще. Слушайте, ну, хоть какой-то минус есть у этого чехла? Я не знаю, кроме расцветки, которую я выбрал. Хотя она мне нравится, если честно. Просто она для видео не совсем выгодная. И все. Блин, давно таких безукоризненно отличных чехлов не было. Не часто такое встретишь. Обычно какой-нибудь минус да встречается. Здесь вот, правда, никакого минуса. Блин, и цена хорошая. И расцветки есть. И можно подобрать на любые модели. И материалы хорошие. И исполнение шикарное. И центровка камеры, посмотрите, как все четко. Сзади мы вот так вот смотримся. Как он? Пишите в комментариях. Блин, очень неплохо. Ну, шикарно. Ну, и по поводу пленки. Как видите, у меня там пленка, гидрогель приклеена. Одевайте сверху чехол и не волнуйтесь, так как я, как в свой смартфон, расцарапал. Носил чехли. Чехол у меня старый. Вот такой вот Нилкин, да. Туда попал мусор между чехлом. Абразив какой-то. Мусоринка какая-то крупная, может быть, не знаю. И вот она там елозила под этим чехлом, царапала мне стекло, расцарапала. А если бы я не срывал гидрогель-пленку, что я приклеивал до этого, то я думаю, стекло бы я сохранил. Он и его красоте не царапал. Теперь она поцарапалась. Я все равно приклеил эту, чтобы уж совсем не зацарапать. Приклеил пленку. И смотрите, одевайте сверху и так вот носите, не волнуйтесь. Потом на вторичке продадите более выгодный смартфон. Я думаю, это шикарное предложение. Ну и плюс ко всему еще, не знаю, будет ли ссылка в описании, смотрите. Вот сюда можно было приклеить еще защитное стекло специально, чтобы не царапался вот этот блок, стекляшка с блоком, камерой, линзами. Сюда приклеиваете, тоже история очень дешевая и очень даже полезная. Я хотел с такой штукой. Опять-таки мне приходится все это клеить, потом приходится снимать. По той самой причине, что я постоянно показываю какие-то новые аксессуары, и чтобы одни аксессуары не мешали другим, мне приходится то снимать, то приклеивать, снимать, то навешивать. И вот так вот это постоянно на канале двигается, двигается, двигается в какую-то сторону. То есть сюда защитное стекло приклеить, сюда гидрогель-пленку приклеить. Сейчас у меня на дисплее гидрогель-пленка. Она мне очень нравится тем, что тонкая, очень скользкая, не искажает. На ней не остаются вообще царапины, остаются только лишь вмятина, они потом царапины эти немножко выравниваются. Что еще тут прибавить? Ну и в принципе, наверное, и все. Клеить, как ее клеить, у меня есть. Давайте даже оставлю, наверное, и ссылка в описании на то видео. Кстати, вот минус какой-то, да? Какой-то здесь клей. Ага, ну это уберется. Оставлю ссылку в описании, можете посмотреть, как ее приклеить. Ничего сложного нет. Блин, можно сказать, видеоинструкция. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Если что, подпишитесь на канал обязательно, если вы не подписаны. Еще будет много распаковок на канале. Кстати, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Redmi Note 10 Pro Max Super Edition, Hyper, не знаю, что там еще добавить, плюс-минус. Redmi Note будут на канале десятки обязательно, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Я думаю, это будет очень важно и интересно для вас, если вы фанат компании Xiaomi. Ну и вообще, в общем-то, обещаю вам интересные распаковки. Но по поводу ножа, который был на распаковке, есть видео на канале, перейдите, посмотрите. Очень даже видео зашло. Уже более 300 тысяч просмотров. Шикарный ножик, всем рекомендую. На подшипниках с вейвом, с таким вот крутым дизайном, Александр Бирюков. Ну, теперь точно все. Налил воды, не балуйся. Воды уже, блин, не знаю, целая бочка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok